Дорогие друзья, я приветствую вас из американской столицы. Да, действительно, каждый раз в преддверии встречи с вами мне очень хочется рассказать, что происходит в Вашингтоне и чего даже нет в прессе. Но каждый раз, обнаруживая, что вся мировая пресса так яростно демонстрирует всё, что происходит в Вашингтоне, что я понимаю, какова великая значимость этого маленького города для всего мира, и уж точно для всей страны. Поэтому что сейчас происходит прежде всего на Капитолийском холме? Ничего не происходит. Всё-таки разъехались все наши законотворцы на каникулы, потому что война войной, а обед по расписанию. Поэтому, соответственно, они отправились домой за исключением тех небольших энтузиастов, небольших в смысле количества, которые всё-таки хотят, чтобы многие вопросы решились до возвращения, после каникул. Хотят и станет возможным. Это большая разница. Поэтому, суд и по всему, вопросы, нерешённые в Конгрессе, будут решаться уже после каникул. А вот успели передать президенту, и как раз сегодня, буквально несколько минут тому назад, к нему на стол, лёг указ, который он, конечно же, подпишет уже в ближайшие минуты. Сегодня 5 августа. Но доминировать, боюсь, в сегодняшнем моём разговоре будет цифра 4. Она, оказывается, эдакая магическая сегодня. Так вот, на столе у Джо Байдена сегодня награждение четырьмя золотыми медалями за отвагу и мужество четырём полицейским, которые продемонстрировали мужество и героизм 6 января во время нападения на Капитолий. Слово «нападение» я ставлю, если не в кавычки, то под знак вопроса, как это делают все в Вашингтоне. Но так или иначе, тема четырёх сегодня награждённых, чьи фамилии будут попозже, и четырёх полицейских, которые покончили жизнь самоубийством, эдакое странное совпадение, конечно, на слуху у всей прессы. И каждый пытается объяснить и прокомментировать это с точки зрения своей партинности и своей политической позиции. Однако более поздние события, а это события уже этой недели, не менее важны, и я намекаю вам, на убийство или стрельбу и убийство у Пентагона. Да, сначала обнаружено было, опять же, четыре человека раненых и двое убитых, один из которых прославленный и очень уважаемый своими друзьями полицейский Гонзалес. А вот кто второй? А вторым теперь уже предполагается как раз и был тот самый убийца, террорист, как хотите. Фамилия его Ланс, приехал он из Джорджии. Он 27-летний человек, который вроде бы не отличался какой-то бурной политической протестной деятельностью. Но, как предполагается, но пока до конца не уточнено, на остановке возле Пентагона, а остановок там как минимум 16, потому что все варианты видов транспорта подходят к Пентагону. Это вообще такое удивительное сооружение, где на 29 тысяч работников 30 тысяч парковочных мест, и они располагаются так далеко от самого здания, что есть еще и транспорт, который доставляет от автомобиля до Пентагона и до мемориала. Вот, кстати, о мемориале. Мемориал, посвященный памяти жертв 11 сентября 2001 года. Этот мемориал важен еще и тем, что только благодаря ему туристы и экскурсоводы, такие как я, могли и могут пока еще попадать на территорию рядом с Пентагоном, чтобы заодно это здание показать туристам. Но боюсь, что этот интендент положит конец этой свободе передвижения в Арлингтоне, в районе Пентагона. Так или иначе, выяснилось, что взяв из рук или из кобуры убитого полицейского ножом, пистолетом, застрелил сам себя убийца. Очень сложная версия, но тем не менее прорабатываются все. Естественно, как это принято в Америке, будут всех держать в курсе дела. Что же касается президента, то у него сегодня два сразу мероприятия важных в Белом Доме. Одно из них, это специально для телевидения, будет выступление в Розовом Саду, в котором президент будет рассказывать о наших перспективах на чистый транспорт. То есть не в том смысле, что машины надо мыть, а в том смысле, что транспорт, который будет потреблять чистую энергию без всяких выхлопных, это одна из его перспективных задач. А ещё у него сегодня совещание буквально в ближайшие часы с лидерами абзиатских и общин, островных общин, Тихоокеанских островов, а также с коренными гавайцами. Вот тут я хочу остановиться на коренных гавайцах, потому что приём сегодня коренных гавайцев как раз оказался в унисон вчерашнему и, может быть, послезавтрашнему событию. И не сомневайтесь, дорогие друзья, что об этом говорят в Вашингтоне значительно больше активнее, чем о всём остальном. Ну, конечно, вы догадались. Вчера экс-президенту Бараку Обаме исполнилось 60 лет. И, конечно, его день рождения вообще вызвал определённую сразу реакцию и города, и страны. Ну, хотя бы потому, что Барак Обама и его семья – один из немногих президентов, кто после своего второго президентского срока остался жить в Вашингтоне. Пожалуй, только разве что Вудру Вилсон оказался таким отважным. Поэтому живущий в Вашингтоне, с одной стороны, это явно президент, который пусть тихо или из-под тяжка, но участвует во всём, что происходит там в Белом доме, а то и в Капитолии. Кстати говоря, вице-президент и президент всячески демонстрируют, что они ни по каким вопросам не советуются, не общаются, не контактируют, не зависят. Но нет. Чем больше демонстрируют, тем больше сомнений. Что же касается сомнений, которые вылились в очередной скандал, это сомнений, как праздновать 60-летие Барака Обамы. И поскольку второй раз уже случился казус, первый раз в первые буквально месяцы президентства Барака Обама, когда Мишель Обама не знала вместимость Большого зала Белого дома и вместо не более 120 пригласила 800 человек на встречу с премьер-министром Индии, который прибыл в Вашингтон. Пришлось построить палатку величиной в Белый дом, привезти цветущий миндаль из Новой Зеландии на военно-транспортном самолёте, покрыть сусальным золотом 800 или 1600 тарелок с портретами Мартина Лютера Кинга. И это, конечно, оказались невероятно большие затраты. Сейчас по разным источникам пригласительные на день рождения Маркос Винер, купленный многомиллионный дом, но не проданный в Вашингтоне, так что и тут, и там, было послано 700 пригласительных даже, хотя многие утверждают, что 400. Начался скандал, как же так же, в такой карантин, и вдруг подвергать опасности. И тогда президентская семья уже вчера выступила. Шаг назад нет, только близкие родственники. И тут начался скандал. Во-первых, кого Обама считает близкими родственниками? Сколько их? Во-вторых, ах, значит, не карантин, а просто критика в прессе послужили. Значит, не любовь к народу, а страх перед прессой. Вашингтон на ушах стоит, и всё обсуждают, и обсуждают. Хотя не менее важным было объявление сегодня утром, незаметное, но чувствительное, что надо кипятить воду. Что-то нашли в вашингтонской питьевой воде. Будем надеяться, что и Тара Рид, а это та, которая вспомнила, что в 93-м году её пытался изнасиловать Джо Байден, и вода, и день рождения Барака Обамы не принесут Америке больших огорчений. Я же с нетерпением жду ваших звонков на тему ваших предстоящих со мной поездок. Загляните их расписание и описание на моём сайте Анна Топоровская, одним словом, топоровскиескебальноконцентрат.кам.кам и, выбирая себе маршрут от через всю Америку туда и обратно по разным дорогам до зарубежных, звоните, будем общаться без лимита. Хорошего вам настроения, с любовью к вам из Вашингтона. Большого здоровья! Всегда ваша Анна Топоровская. Продолжение следует...